эхо мои друзья я дима баш это бокс пик тубаш и прежде чем мы начнем наш выпуск ты обязательно подпишись на канал поставь лайк и напиши комментарий каждый комментарий помогает продвигать канал даже хочу сказать большое спасибо всем тем людям кто поддерживает нас на бусте вы лучше если кто не поддерживает ссылка внизу заходите и поддерживать и так этим выпуском я хочу открыть новые двери двери хип-хоп музыки и я с радостью представляю своего коллегу это ваня уандов здорово и пригласили гости особенного гостя это представители питерского олдскула ваша 108 легенда русского хип-хопа если по музыке то мы как бы хотим называться что-то типа фольк-хопа да то есть фольк-хоп очень интересно но весь фольклор кинофильмы советские там музыка сэмплом и как бы чик-чик и там бринь-бринь на вот а в экстайл этот текст там комические куплеты то есть как бы а общего названия у нас у стиля нет он вот общий название комический куплет вот сейчас мы погрузимся в истоке хип-хопа и поймем как паша сто восьмой все это делал я демок паша это был спикту паш 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 в твоих треках есть повторяющиеся сэмплы что ты больше выбираешь сэмплеры сэмплы или ваншоты и как вообще ты вот делал музыку и продолжаешь делать до сегодняшнего момента слушай ну во первых повторяющихся нету во вторых так как я вообще не музыкант то есть никакой и но практически ничего не знаю ни грамотности поэтому я всегда музыку делаю на слух на слух как мне любом он скульщик указалось что хип-хоп музыка вся должна основываться на сэмплах то есть не обязательно повторяющихся но может быть как лишь ваншот зацикленных закольцованных минимум как бы миди минимум своего кота сочинял его что сейчас наоборот как бы приветствуется то есть раньше нам казалось что это зашквар если пишет что-то там на драм-машине тр 909 как сейчас вся новая школа это считалось полное там отстой и говнище можно запекать его но что должны быть только фанковые жирные биты только сэмплы какие-то но сэмплы там переделаны до неузнаваемости соответственно слышу сэмпл там в голове его режу о все хит то есть поэтому естественно не могут повторяться но либо сэмплы которые не узнаваемые которые да как ты говоришь о нем как выражаются выстраиваются и так далее поэтому для меня да всегда хит хоп это была музыка сэмплированная вот минимум инструментальная максимум сэмплированная и максимум основанная на фанке на джазе на советском фанке советский совет грув вот то есть как бы биты все жирные то есть все это желаном что называется желаном паш в среде звукоинженеров и люди вообще работающих со звуком все по-разному подходят к своим миксом и вот тут вопрос что важнее общая атмосфера вайт или вот конкретные детали реверант еще что то есть вот твой основной подход к этому как ты будешь смотри как я вижу также повторяюсь так как я в этом такой же лох как и и в музыке и так далее то есть звукорежиссер его я подходил исходя из опыта своих коллег которых я также все время долбала как здесь и как но самое главное я слушал фирменные треки до фирмы миксы и пытался сделать как у них то есть самое главное чтобы меня цепляла если меня цепляет также но мой миг значит он цепляет а как сделать чтоб цепляла естественно уже вот эти два мелочи там жирный бас качающая бочка правильно вписанный голос там какой-то там по панораме это все методом тыка метода опыта и проб то есть самое главное чтобы очередной какой-то там мой трек был ну немножко был скан так более фирменным что он качал может что он был немножко где-то грязным там может быть что-то таким где-то пердящим там не знаю не обязательно прям вот был вылезан там вот здесь тарелочки здесь скрип очки нет как бы он просто должен качать то есть но это мое личное такое как бы мнение которое сформировалось у меня в 90-х на основе прослушивания house of pain cypress hill а из кем-то силу этой классики то есть классика сам до 90 повторю сейчас сам совершенно другой наверняка поэтому когда ты начинаешь писать бит и как ты понимаешь что он качает сейчас скажу обычно 80 процентов я беру за стол сэмпл то есть и было изначально что просто думаю с нуля в основном какой-то меня берет сэмпл когда я этот сэмпл как-то хитро порезал и к нему я уже начинаю писать бит то есть я его обрамляю уже вот в такие рамки какого-то бита там нахожу бочку мало и так далее вот и когда я понимаю что вдруг бит вписался я могу какие-то кольца просто переслушать вы просто пацан сам и вдруг у меня вот так вот включается я понял что у меня качает что именно этот саунд писался именно в этот бит вот и вот тут не начну качать все я понимаю что это песни никак не качает меня какой-то нашему каждого утра своя струна ну вот не идет и все все либо нафиг этот минус либо что-то другое как закачал это понял и пошла уже аранжировка сверху как масло в кашу ты добавляешь какие-то басы скрипки чтобы он красиво там компрессируешь разводишь чтобы он прям был жирный вот то есть самое главное должен качать бит с какой-то основой вот либо основа сэмпла либо может быть там просто основа какого-то синта и там тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын все и пошла как бы тематика а были такие треки когда ну может быть не качало но все равно как бы ты понимал что ну вот вроде он закончен ну как бы оставить как бы на пофиг ну типа не достаточно качать но в принципе конечно вот таких треков куча в столе лежит как наброски чтобы что-то 200 просто они так не увидели цвет то что слушаешь не какую-то ну влажа полный вот и их с каждым треком всегда сколько лет у меня происходит одна и та же история сначала у меня качает вот потом мы прописываем голос получается готовый трек он еще качает и через неделю я считаю что это уже то есть да вот ходит в альбом мы кричим да круто альбом слушайте нас но он не перестает качать потому что я уже зафанател следующим треком вот мой трек класс вот его опять текст прописали опять да нет фигня какая-то и следующий то есть принципе у меня как-то и так происходит возможно действительно как бы я не хвастаюсь возможно все мои треки лажи полны я говорю искренне честно про что я и гурия музыкант вот я пишу от души и первое время меня трек качает я выпустил он не надоел когда больше люди это чувствуют наверное нет есть и редко редко который тот который меня качает может быть и вот через тоже какой-то вы их бывает то есть один может быть там из там 20 каких-то треков но очень редко обычно да ты выпустила форму как бы и забыл вот то есть передал какую-то свою пусть маленькую мысль слушателю причем я передаю эту мысль в двух вариантах первый как вид мейкер хочу передать именно груб самого трека вот иногда даже неважно какие слова просто хочу чтобы так же хоть хотя бы пару часов покачала как и меня чтобы насладился когда круто и перемотал либо message идет еще в тексте вот какой бы там может быть он не был простой но мы сейчас все равно есть есть еще это сочетается получилось вдруг что очень классный группы под этот групп подошел смысл мы же смысла тоже подбираем не просто так абы какой потому что в принципе как еще профессиональный маркетолог я пытаюсь этот трек продвинуть до слушателя чтобы он был по настрою чтобы первые какие-то нотки вдруг дергали слушатели по настроению и в этом стране вдруг он получает правильную информацию вот и но мне кажется это правильно то есть не просто как на отвалил взял текст написала какой-нибудь не узнаете него ништяк все нет надо как бы чтобы это был как бы звучало что касаемо сведения ты сам сводишь да в основном а ты учился этому или как ну я пытался учиться опять же говорю что получать второе высшее образование звукорежиссерская вот первое это у меня типа финак я закончил вроде как экономист но в этом нифига не рублю потом поступил профсоюзов на звукорежиссеры там полгода получился свалил потому что и просто закончил в годичные так называемые курсы повышение квалификации звукорежиссуры но сейчас я тут тоже ничего не особо не вынес потому что большую информацию в самом не всегда говорили мои друзья звукари там на студиях тоже в москве там вот вот в останкино когда там писали под бельянц и в питере тоже разные друзья звукари какие-то секреты там рассказывали вот в основном я понял да как бы что с одной стороны это все ну индивидуально как бы на слух как качает и спустя сколько лет все-таки где-то мне удалось выцепить именно видеокурсы каких-то мировых правил по звукорежиссерингу но там конечно уже ословно все на современных плагинах на современной технике это уже ну прям вообще как бы ну круто в свое время если бы я это посмотрел может быть вся музыка была бы вообще другая ну вот что есть то есть слушай ты же писал биты для альянса для второго альбома децела были ли какие-нибудь там биты за которых тебе стыдно ли которые были написаны на пофиг да нет в принципе я говорю я всегда пишу от души просто что-то взяли что-то не взяли ну и по табачим взяли по табачим вообще странный хотя ты в свое время был клип ну хит но это вообще был такой странный набросок который мне просто приснился там в 90-х я его как-то записал и написал и спустя некоторые там годы показал кирюхин готовы круто там делаем текст вот был просто биты которые там не знаю в электричке ехал услышал сэмпл прибежал на студию накидал а на утро уже шагу то у меня текст на это есть потом милейки например да это вообще кольцо из то ли адба то ли что-то какой-то фанк старый то есть нет в основном все треки от души то есть что-то цепляет ты пишешь показываешь его это не либо берут либо не берут то есть там не треков-то не так много то есть там шефу что-то писал что-то кириллу что-то в бобби альянс писал пальцу писал батишки да кто у нас там еще был белый шоколад вот так потихоньку а может битбоксить идеальный вид хип-хопа это я учился у баффи из фэдбойс это единственное что я в детстве мне нравился голосовой микрофон голосовой потому что они товарищи толстые у них такие губящие и баффи там на голосе на дыхание дадут это в детстве не перл а потом это забросил слушай говорили по кириллу толматского какой он был человек для тебя слушай он был во-первых спокойный но сначала я тоже не ожидал я же ввел структуру когда уже он там был известен все думали на отчетом децил децил вот а он во-первых казалось очень человечный чувак очень спокойный очень здраво рассуждающий никакой там не избалованный как там сын богатых родителей вот меня это очень удивило и поэтому мы с ним всегда ну как-то нормально общались по плане что находили общий язык то есть он всегда говорил я хочу приложим на идея такая меди такая кирюха может быть типа вот на такой как бы битец сразу там вот цепляли вне цеплял год не все я вижу вот там на это время я зачитаю так там же как было я уже говорил где-то выходил альбом и как бы его отец говорил что предположим на альбоме например три-четыре будет хита точно которые должны быть именно вот коммерческими хитами будет клип остальное говорю делай как бы чего хочешь любой андеграунд вот и в принципе брал какие-то действительно андеграундные минуса которому давали он круто вот этот я зачитаю так это зачитаю так то есть это даже может быть нам больше импонировало что как бы какой-то некоммерческий стайл как бы идет то время как называли в ротацию потому что что выпускали мы уходила не ну почти никуда то есть ну как бы у нас не был продюсер до 108 там какие-то наши зеленый синдром и комбигуагу а кирюха он как бы в принципе являлся таким паровозом он коммерциализировал популяризировал нашу андеграунд культуру вот за что ему спасибо вот поэтому вот а когда он были трюком стал как это в лучшую сторону карьера его пошла или нет я не знаю я вот в тюрьме на не общался мне кажется понятно что он ушел в андеграунд них там терки какие-то были вот его где-то там везде по закрывали но насколько я понимаю что для него это стало много лучше потому что его стал слушать действительно его слушатель то есть не то что его пятница веселиться сейчас он поставь вечеринку до 100 дома в любом вообще баре все нура вот но поставь литрука мало кто поймет но для него был лучше естественно как были трюк и это было видно у него сколько концертов было то есть там народ приходил прямо народ совершенно поменял к нему отношения я считаю что это ну самый правильный они услышали то что хотел сказать он как эмси они как лицо из телевизора это правильно как проект он же же он же человек как бы все кто его сначала не знали все думали папинский сынок денежки и клипы нифига как бы человек занимался этим реально души и его это просто перло то есть он был прямо хип-хоппер вот вообще весь ну и конечно когда ты почему опять же почему до 108 столько лет был в андеграунде так и остался развалился андеграунде потому что такие же предложения нам от дедник с толстыми кошельками поступали давайте мы вас не вложим деньги вы будете делать и уж до фига да вы будете делать типа то что делали там тонусом тиродактиль отпитые мошенники то есть давай давай а остальное там да блин я нифига мы очень-то боялись вот кирилл не побоялся но трое старает его отец чего бояться с другой стороны на этой теме у них же были конфликты вот но с четвертой стороны в принципе все что он делал коммерческое это все-таки было все равно не дискотека авария не вот это мошенники все равно это был хип-хоп просто тут как бы ну вот так решили продвинуться на хип-хоп мы это боялись и так и остались как говорится в андеграунде за всю свою карьеру у тебя возникали мысли все бросить и заняться чем-то другим ну да нет но у меня в принципе да вот мне сорокетка заступнула у меня братка мысли вот это потому что были там проблемы типа аля со здоровьем я решил заняться здоровьем и бросить не все бросить диджейство диджейство это ночная работа это ну какая наш семья здоровье и да я там первые два года вы то есть как бы по расписанию там 10 вечера лёг утром встал все там зарядочка что-то надо зарабатывать но все равно как ну как ты бросишь то что тебе вот здесь вот как музыка это моё и опять вернулся в ночь я все равно в ночь как бы ну не бывает да как бы ну сейчас очень много мест где не нужно ночью как бы играть там вечерние дневные а-ля там и так далее вот плюс я же битмекер то есть продакшн как писал так и пишу на продакшн всегда обычный спрос а сколько стоит позвать прошу 108 на день рождения поиграть ну не скажу что это коммерческая тайна суммы разные то есть это зависит от желания клиента кто-то там за два часа там 30 рублей тебе платят да кто-то кому-то там десятка за весь вечер учиток дорого как бы ну не так нет нет когда занят пашу 108 они знают то есть там называется цена предположим там там вот 20 и выше вот предела совершенства и как бы ты играешь то что тебя заказывают как 108 если заказать просто как диджей на свадьбе ну в принципе может диджей дофига то есть можно послать позвать любого хотя я не отказываюсь если нужны деньги почему нет а есть такие мероприятия на готовь ты вообще не за какие деньги не пойдешь играть ну во первых мероприятия если не мой формат хотя не знаю вот но мне за какие деньги вот например пойдешь играть на похороны похорон нет вот смотрим сейчас есть на такой тренд по фотографиям говорили фотографировать отпевание сейчас за это платить на плохие деньги но мне кажется где фотки там школы и джи появится никогда не погонения не фотографируйте как бы похорон не играть на похоронах нет но это вообще трэш конечно я понимаю что-то на трэш нет на трэш и на если это современное видение прогрессивные не за какие за миллион не-не-не-не-не-не-не-не как бы душа дороже у тебя есть какие-то внутренние каноны которые ты не перестанешь да я просто мне перед собой будет как бы самое важное я понимаю да миллион это очень вкусная сумма но блин фоткать играть на похоронах или там не знаю но хотя бы у меня же был интро на одном то ли альбоме еще скажу то ли микси из фильма старший сын где отец признаются детям что он оказывается не стал великим музыкантом а он играет конечно же модно да ему не модно популярно то есть играл либо на сваде оркестр и похоронный был оркестр это было кстати нормально то есть как бы играешь трава и марш и ну нужны туда флитист вот он играл и его это коробило потому что он был филармоническим флитистом и вдруг начал играть на похоронах вот и его сын поддерживает папа как бы на самом деле людям нужна музыка когда они грустят или веселятся поэтому где-нибудь как а музыкантом на свадьбах или похоронах в таком варианте конечно если бы я был там музыкантом настоящим играл бы на флейте или на барабане почему нет ну диджей но это совершенно другая как бы история ну да да другая фотограф тем более как бы ну нет но он отличается какой был самый лучший год в твоей карьере и почему салют игра слушать самые лучшие года в принципе это где-то вот нулевые там начинается второе по по 8 по 9 не знаю был как бы революцию торопишь на и вот мы попали в как бы в эту струю и там 8 лет практически я там дома не жил то есть там который достроили достроили везде r&b 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 там в питере там каждую ночь там по три-четыре клуба каждую выходе это город 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 то есть как гастройная если рассматривать с этой точки зрения диджейская вот хип-хоп карьера у нас основ 90 было серединам конец 90 вот потом ну именно что касается чипки чипки мы разбежались начался началась работа в бобби альянсе это конец 90-х начал нулевых потом и бобби альянс тоже весь как бы разбежался и все и потом чипки диджей а вот прям четко год можешь назвать самый лучший в твоей карьере ну как самый лучший и почему самую да самый такой можно сказать гастрольно веселый она на 2007 ну не знаю как почему то что драйв шоу драйв на самом деле как бы ты знал что хочет публика ты знал что ты можешь ей это дать потому что я же не просто приехал-пыграл шоу то есть я готовил какой-то сет и этот сет нравился как-то людям они меня заряжали такой энергетикой что просто этому выходил не знаю с это как будто этом под чем-то хотя но я ничего не употребляю понятно я же плюс у меня с это было ну еще с микрофоном то есть и не выграл там аренбишка там им сил как в этом скуп то есть там публика прямо вот так зал сходил с ума и естественно ты этим заряжаешься это было очень круто то есть мне это нравилось я делал то что мне нравилось я дарил настроение публики и за это еще получал и морально и материально то есть это ну как бы слушай вот так много диджеинга хватало время на создание битов и написание текстов вот как раз и как раз по битам это вот был большой провал вот все вот эти вот нулевые до десятых практически ничего не писал там некого этот трек один в год что за так для себя выкинул вот кстати как раз этот диск который мы сильно разыграли разыгрываем вот это есть компиляция всех старых песенок которые вот те времена были когда-то записаны старые старые но не вошли в один альбом после комбинатора и они вот скомпилированные в том году я его так в коллекционном таком издании напечатку может быть знаком интересно поэтому да тогда как раз не биты не до 108 ничего не развивалась это может большой до провал скажем так в карьере рэпа а в карьере диджеинга наоборот а по поводу текстов вот читки как быстро ты пишешь текста и если к этому что универсальная формула ты начинаешь как бы с концепции или просто потоком мысли то есть у тебя за что зацепился мозг твой и вот ты пошел развивать у тебя текста это у меня самое очень сложное то есть я битмейкер у меня текста всегда что в девяностых очень сложно себя есть для меня текст написать это вообще мучение такие но я не текстовик вот так то есть как пытаться объяснить свою мысль у меня мысли укладываться в одном предложении то есть если раньше еще по молодости как-то мог там на 3 куплета развить что цветочки зеленые я на 3 куплета об этом рассказывает сейчас я беру цветочки зеленые все как бы чего еще и вот это то есть я не текстовик я как например вот купер да вот он заморачивался я какую-то школу для себя тогда называемую нескорим изобрел в 90-х и и придерживался вот мне нравится как overlast он так вроде простенько рифмует но свою задачу выполняют вот я на том остановился я не пошел дальше подвольным рифом то есть вот здесь у меня развитие не произошло и ну естественно в этом я сейчас все молодые чуваки пеняют я согласен а тут я лошара полнешно меня устраивает как бы своя ниша вот в ней я что-то хочу высказать я и высказываю то есть мне этого достаточно но все равно стекста для меня это очень сложно вот реально как то есть я сижу там чертог на воду как же вот это воды здесь налить вот и поэтому мне нравится писать совместно она записать совершенно куплет вот как вы да и остальные куплет и это уже пишут чуваки поэтому до текста обычно всегда идет конечно же идея то есть идет идея и ты пытаешься ее как-то воплотить но чаще всего как я битмейкер меня качает какой-то мой бит я понимаю что под этот бит нужно высказать обязательно вот такую-то мысль вот она как-то стреляли до 2 точно вот это надо высказывать все звоню вовке марсу из зеленого синдрома сейчас как бы вроде как и до 108 вован давай пишем какой-то текст да да все у нас уже я уже писал блин нифига себе монстр быстро никогда нет не мое не приставить сразу говорю так слушай ты был это судьи наверх все вот это не то что мы больше нас приставили не просто нам наверх все это домашние заготовки да там представлен не вот тебе вообще проводит ну там да там есть как бы часть пристала этот такой фристайл вообще никогда не видел он слышал то есть там парни вообще пипец они выходят и один в ньюскуле фристайль про фристайлил без другой в олдскуле я понял в ньюскуле фристайли там у тебя как называемый белый стиль да там плавающий там ты можешь где-то лишнюю строчку какую-то там вот я сказал что у тебя ботинки черные тут белый а есть чувака по урону что ли он фристайлит в олдскуле то есть это четкий такт под четкий бит прямо вот как стихи и он фристайл это вообще сложно и он фристайли как будто заготовка то есть это парни мега сильно вот фристайл на версусе нет на версусе там в основном домашние заготовки люди изучают своего соперника заранее что-то выписывают и вот тебе нравилось когда люди друг другу грязью поливают слушай мне понравилось поначалу да как они друг друга не то чтобы грязь полет они друг подтирают подкалывая это было где-то году а-ля пятнадцатом шестнадцатом потому что я такого не видел мне когда первый раз позвонил ресторатор в очередную постоянно зовут какие-то там жюри и так далее типа приходил жюри я казаться и назвал чем такую сумму ну ладно откажется да хорошо окей это вот один раз сумму когда я был ну по тем временам это было 5 рублей для меня это была большая сумма сидел без денег вот надо было сказать 25 ну ладно думаю и заплатил просто это единственный раз когда я брал деньги за версус потом сказал блин чувак мне понравилось я буду у тебя будут бесплатно фишка в чем что конкурсов хип-поп до хрена везде куда меня звали судьи одно и то же ставит бит и подбит чуваки читают домашнюю заготовку это вот за 25 лет надоело ничего не поменялось а что бы ты изменил и поэтому мне понравилось я пришел он говорит а бита не будет это бессмысленно как они будут они будут сейчас другу подкалывать типа вот ерунда посмотрел первый нифига себе понравилось как бы вот реально понравилось потом да понятно кто-то задал видимо одну и ту же вот это вот стиль шутки там твоя мама такая там ты этого девушка когда длина это конечно там за сколько лет уже приелась ну не знаю поначалу венрав получал может как мне кажется не было так пошло вот а было действительно интересно то что есть им си очень крутые у них были эмси типа аля кто там и рэпс там блин короче были такие чуваки которые прямо реально подкалывали то есть они не обсирали прямо жестко там вот как ты говоришь покрывали там хуями да они прям подкалывали это было так грамотно сделать то есть как бы там какие кусочки там образ раз вынули оттуда отсюда сшили и чуваку на как ты ответишь и человек прямо на ходу используя свой текст кто заготовил он его менял и на ходу как бы фристайлил и также отвечал то есть это был там элемент комеди с элементом хип-хопа это действительно было круто вот то есть но потом то что ты сказал так началось слушай а вот версус между гуфом и птаха это реально было из-за денег все нужно просто показуха я блять я сам от себя в ахуе ебать я конечно конченый псих спасибо тебе мой любимый птаха с недавних проваливших гуф еще и баттл эмси я не знаю как бы вот ты там был посмотреть ну ты немножко неправильно задаешь вопрос практически любая движуха создается не всегда из-за идеи часто из-за денег вот версус это такая фишка она как бы может быть рождалась из-за идеи да но в основном там неплохие суммы крутятся поэтому как сказать из за денег из-за идеи там идеи есть и деньги понимаешь да то есть как бы люди зарабатывают почему не пригласить гуфа и там не знаю если бы я тоже не знаю как мне кажется я честно говорю я придумал бы какой-нибудь именно баттл и у меня был он попер финансово то я опять же как маркетолог я бы придумал какую фишку чтобы заработать еще больше чтобы это было интересно вам как зрителю и чтобы не было это интересно как заработать естественно позвать культа мало пугачева максима галкина музыкальный сейчас в баст ну почему сейчас версуса не стало больше суши не знаю я его честно никогда не интересовался версус а вот честно говорю и никогда то есть сами мне звонит говорит такого-то числа баттл можешь могу я прихожу отсудил потому что несмотря вот маленькой тоже ремарка несмотря на то что я сам не фристайлер вот но я в м си в текстах я разбираюсь хорошо то есть сам может быть я читаю не так но я слышу я понимаю я понимаю груб тактовку понимаю ошибки там не знаю дикция то есть все вот эти артикуляции поэтому я могу дать оценку чоку кто сделал грамотно кто сделал не грамотно какие ошибки были там в каком варианте и как бы сам знал что я это могу плюс независимо так я никого из них не знал у меня не было никаких предпочтений почему часто награды чего не тому отдал там голос или не насрать как бы ну я говорю что вот этот круче мы у меня это нет я это не я это вижу может быть этот круче может это ваш любимчик но он не подготовился он пришелся на такой тип под клевком все я сейчас сделаю и облажался и все я дал оценку и где-то я ну просто в год раз полгода приходил на топовые какие-то основные чтобы вот как государство куда поэтому я не интересовался версусом что там происходит я не знаю слушай паша никто не говорил из тех кого ты засудил я тебе найду там еще что-нибудь такое либо какой-нибудь диск а потом на тебя писал абсолютно нет максимум что такая чем не стоит я первых открыт во вторых я говорю как есть то есть из-за чего тут даже скандалит у нас был этот версус сейчас скажу драга и там демастра да то есть я слышал там такие разборки ребят дайте дайте батл закончить закончим батл по кузину потом пошли я знаю что некоторые судьи испугались и дали как бы очки в пользу демастри я сразу сказал нет победил драга ну как бы я же это вижу ну хорошо там говорят что какие-то там приехали чеченцы там от одного другого какие-то там сейчас мы за речи будут у них между собой там драга своей бандиты вот это я слышал ножка же так нет но мне как бы это писал сам драга что там были наезды я говорю чуваки мы здесь насчет не война в войне устрела у нас здесь типа за искусство какие чеченцы и какие разборки то есть ты прочитал так ты прочитал так это разборки похоже что зачем-то у меня песком кинул еще с маму позову там моя папе нажал как бы это же искусство нужно искусство правильно если у нас был здесь в этом восьмигранник все убейтесь а мы как бы читаем я сказал ты зачитал как ты так я сказал почему бы зачем ты приметом сзади свою эту группу поддержки нафига она тебе сделала большой минус то что если ты вышел один на один да ну предположим это было бы круто а так там у него сзади чуваки какие-то маска стали это выглядело ну по меньшей мере не интересно вот и все то есть никаких предъяв не было я я сказал здесь честно максимум был у нас с этим алфавит полу да алфавит я на тот момент просто не знал что зачем вот я также полома дал минус за что-то там вот и на следующий батал там была история батлов вот он что-то за меня попристайлил типа это 108 там ты понял там что-то я тиска все поражали мне понравилось мне понравилось мне до сих пор чуваки не знаю в магазине покупайте там арбузы ботинки что подходит было у тебя лицо знакомое ты на ютюбе продаешь кроссовки гонит так 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 это про тебя алфавит сказал что ты сто восемь лет до этого то есть ну прикольно фидбэк поэтому нет ничего такого не диск как бы не было а сам писал когда-нибудь на кого-нибудь было то есть текст вроде ли не кого-то вот сейчас пытаюсь помнить нет вроде не менее не обязательно может быть это от конкретно каким-то каком-то артисте принято никогда не писал ну чтож всегда говорили что пашу 108 на вес самый судья настоящий честный он даже не пишет про диссы да я просто хотел такую штуку сказать что возможно как бы я в хип-хопе человек лишний приходящий уходящий почему объяснил в детстве у меня была такая роза как бы представление о том что так как я слушал дэлла соловьи таких вот позитивно кого на мне казалось что хип-хоп это такая как раньше был такой с фанки пис то есть это мирная музыка вообще супер мирных людей тельцы люди братья все там камка решаться и так далее мне казалось что если ты хип-хопер ты вообще не можешь там никого-то пути не знал что есть газ-рэп реально было только на него думал что есть хип-хоп это музыка как братьев все люди братья вот и на этом как бы рос и поэтому когда я первый раз уже начал слышать всякие там диссы и гангсты и так далее для меня это было очень реально шок так вот поэтому я всегда придерживался той части хип-хопа которая за там ну за мир типа там за и так далее забраться и гангстеризм я не приветствовал поэтому диссы как бы это вообще не мое не приветствую до сих пор хотя в принципе как оказалось хип-хоп на 90 процентов это в основном вот такая уличная гангстер мюзика вот поэтому я говорю что я не очень чувак я не гинстер вот я может и не рэпер я может панк в душе на самом деле с купером пытались писать типа пародию как у нас там было автобус или чего там паровоз там там у меня пушка но это мы делали как пародия на чуваков которые там может даже тогда писали почему вам папа рэкордс то есть типа вот все в такой типа пародии у меня агрессивный текст а с моей точки зрения агрессивный появились последний может быть год-два потому что там жизненные события сложные я может быть в этих ноги скажу блин у тебя совершенно стала другая музыка да ведь текст а я не знаю чё тут можем добавить еще когда хип-хоп начинался я был мягкий причем то есть я какой-то внутренний драматизм негатив издал в эти песни в эти треки в эти тексты вот а в основном да у меня всегда все такое позитив твой секрет вдохновения музыку где ты берешь вообще идеи для треков для битов или все рождаются в моменте прям и мы поможем а при моменте . будет цепанула то есть групп какой-то какой-то фанк вот где-то идет какой-то качестве не знаю я не дан тут кто сидел тут поликлинику пошли вот они какой-то метроном забыли вырубить типа сиренами на нам не знаю там что-то записал сразу я чувствую груз записал запомнил думаю все это будет какой-то из треков также у меня был трек на какой-то старый звук мобильника еще там в девяностком то году на эти домофонные пикалки то есть я слышу груз все сэмплируешь пишешь режешь вот я едят я человек музыка взяну не текст возможно ли как кому-то из начинающих артистов сделать с тобой фит и если да то как-то вообще просто люди пишут ну во первых должно меня снова зацепить то есть я прошу демку если понимаю что вот так совсем начальный уровень как бы нет потому что ну это лично не должно быть интересно не будет какой-то прям реально интересная тематика ну плюс да я сразу чоком объясняю во первых как бы но личная занятость и я не текстовик сразу я запишу с вами фит это затянется там месяцев там на 45 готова готова все на руки тогда пишем просто человек присылает минус минус который ну либо он просит к это у меня нужно либо он свой присылает да и он зачитывает какие-то свои старые треки присылает вот мол типа вот мы пишем в таком-то стиле вот если мне придут глюда какая тематика тематика должна устроить естественно вот радауки потому что профессионально как бы если ну скажем так что моя профессиональная деятельность я биты продаю вот я заплатно делаю скретч а фиты я платно не пишу как многие там со мной фит стоит только сарей я так не говорю вот я просто говорю либо я не пишу вообще фит то что фит это уже какое-то совместное творчество как за него брать деньги ну и это западло то есть как бы какие-то есть понятия еще и поэтому небо мне прет я пишу не прав я не пишу то есть за это как бы не а сколько стоит биты вот твоего твой продакшен слушай ну на данный момент на дворе 2022 год в принципе где-то от 10 рублей там плюс-минус кто-то там берет оптом сразу много сырые без там без сведения кому скидочка кому-то это сам да там москва пишет гатчеток дешево ну давайте 20 рублей то есть петель и говорит что так дорого давайте я вселенную встречу то есть много от сложности от от того насколько насколько над битом работал может быть вот так вот за полчаса его счетом не за там за три рубля не жалко отдать она которая погода сидела укачу и вот я сам хочу и понимаю что текст на никогда не пишу вот я учу человека 30 раз прошу покажи как ты читаешь вот чтобы еще этот бит не жалко было даже продать когда жалко вот тогда ну такой я до жадный до музыки когда ты начал выступать и получил свои первые деньги вообще не помню честно не помню первое выступление у нас были с купером наши эти самый первый тип от точки это клуб тэн гора когда еще было да сейчас на этом месте метро обводный канал тэн гора сейчас на канале грибоверова был какой-то тоже гранд-клуб и вайлдсайд по моему вот это самый первый хихоп точки иногда да там платили читали там по 50 рублей по 100 но я честно не помню что то что покупал ну еду какую-то не знаю его серьезные деньги когда ты получил серьезные деньги по серьезные деньги начались именно после работы в москве то есть до этого у нас были кита летом гастроли какие-то такие смешные там 300-400 рублей но по тем временам как сейчас ты выступил там получил 2000 рублей того круто там на конфеты хватает вот а тут вдруг те взяли как говорится в команду то есть ты пишешь бит да там как работаешь в восстанкина в реально хорошей студии то есть с этих денег я оплачивал съемную квартиру в москве не хватало там кормить все кто не там окружал целый месяц там куда-то ездить там на юг то есть мы по тем временам это были хорошие на принципе деньги и как раз вышел клип со 26 вот и если в то время еще же ничего там не интернет не контакт то есть только сидюки только кассеты только мтв если показали по мтв все у тебя ценник гастрольный вот так сразу бежим все и побежали тебя начинают заказывать как диджея то есть это был такой момент что ты вот заснул проснулся и у тебя уже ценник такой джин ну не совсем но почти то есть это где-то там растянулась там а-ля там на полгода но пойду но почти не так что да заснул проснулся ротации не было работал ради денег или творчества нет конечно ради творчества да но просто когда ты понимаешь что тебя вдруг звонят не раз полгода а раз в день там раз в неделю и все хотят и и понимаешь и тут также старшие товарищи с останки на тебя говорят слушать у тебя вышел клип тут просишь 2000 ты просил там 22 ну грубо говоря да да на тело на те деньги это были там космические суммы и крайне ты знаешь что суммы так еще боишься а теперь тогда конечно да да приезжайте ну ничего себе сразу же новую верность что действительно да видимо я так стою вот ну и бы да была такая что то есть свой совет не нужно обесценивать свою личность да нужно просто есть ну проявлять не то чтобы наглость но какую-то уверенность когда ты знаешь что действительно ты соберешь то есть на тот момент я знал что я соберу как бы зал сейчас я знаю что не соберу вот поэтому как бы я ну адекватно оцениваю свои силы и нет такого что у меня звезда вы что кому-то нужен звезда там 10 лет сидишь дома там кушаешь пельмени вот а на тот момент да я знал что я соберу я знал что я могу как я сыграю на какую публику где то есть было гастроли к от которых я честно отказывался когда там например играют только рэнби да и те говорят сыграет а мне не дамы выяснил хаос я думаю такой музыки не за какие деньги как бы то же самое как поставь вот такой-то трек вот ты спрашивал там за миллион на кладбище а тут я играл хип-хоп и чувак просто по тем временам просто пять там тысяч это может как пол гастроли к этом бутылка пива стоило всего 10 рублей первый раз там типа тебя пятерку поставь там что-то у нас не за ленинград там или владельство централа я говорю нет еще и у тебя эта сумма и так растет то есть там у тебя уже здесь просто полтинник из пятерок вот ты бишь я не поставлю как бы забирай ну как бы у меня это позор то есть я играете коп сет чувак ты ты ошибся залом как бы вот ну были такие да я просто знаю что я еще три четыре-пять и города и как бы нам не будет это горка просто не заработаю как бы с честным перед собой и перед зрителями не глава зритель это прикинь пришли люди на 108 в то время я вдруг ставлю владимирский централ или там какой-нибудь хрень вот что у меня все сразу также то 8 лошара как бы ну я знаю что я лошара но не в этом если вернуть от самое начало пути вот чтобы изменился векте ну наверное больше знания может какие-то больше все-таки я бы изучил какую-то музыкальную гражданность потому что там был момент когда я пытался изучать там играть на пианино ноты там не знаю месяца три-четыре потратил это потом все раз забросил это это помогло вот конечно да я бы больше сальфеджио фортепьяно вот и это бы я бы конечно этому потратил больше времени ну наверно только в этом остальное в принципе ну тогда если вдруг меня бы вернули я знал какие-то определенные точки своей жизни я может быть где-то бегу себя более нагло может быть действительно где-то какой-то контракт предложения не отверг бы согласился вот ну раньше как все были понятно наивными вот когда ты уже растешь у тебя уже есть опыт и коммерческая жилка но уже все никому не как говорится не нужен поэтому у тебя сейчас есть какие-то действующие контракты контракты нет никогда не было но контрактов я никогда особо не подписывал только контракты подписываешь на какой-то трек который ты отдаешь предположим на выпуск на сборник и так далее вот так нет и такой философский вопрос как ты думаешь спустя столько лет почему именно паша 108 стал именно таким как он есть а не кем-то другим почему он не останавливается продолжать быть культуром почему ну у каждого есть своя вибрация вот видимо я свои вибрации подвержен сильнее сильнее всего то есть как бы объяснить музыка это моё не то что меня да то что меня воспитали поэтому я такой но почему я в музыке ну во-первых я больше ничего не умею как минимум вот а во-вторых просто музыка это моё и я как бы не то чтобы от нее завершу даже когда ты сидишь просто дома там не знаю с мелким там туда-сюда никуда не выйти тебя все равно мысли все в студии и каждый звук воспринимаешь как сэмпл если он думает что блин так а круто это я вообще сделал так это туда и сюда то есть как говорил цовик тебе постоянно должен звучать барабан вот то есть как бы все постоянно ритм идет какие-то там не знаю треки мы с ним играемся там в игрушечки в детские я свою слышу какой-то сэмпл пункт он вот кстати тоже пытаюсь сейчас в контакте сделать рубрику называется быстро биты с подручным средств этот момент когда битмейкер делает музыку буквально из двух подручных средств заходишь в детский магазин покупаешь вот такую вот машинку детскую всякие кнопочки нажимаются короче трек готов ну вы поняли четыре выпуска выпустил то есть там очень много детских игрушек присутствует у мелкого беру и там машинка и все групп пошел все запишу время нет но запишу обязательно то есть да потому что потому что просто музыка всегда как-то меня видимо с детства занимала ну вот только поэтому она меня пускает в этой связи что ты пожелаешь посоветуешь начинающим артистам как вот не останавливаться так вот если ты начал стал как бы условно на этот путь как вот себе найти силы чтобы чтобы пройти его слушаю вопрос сложный философски потому что кому-то наоборот надо остановиться у нас 90-х сколько было команд хороший команд и многие понятно но забросили то что денег не приносила вот и занялись там хорошим бизнесом почему нет это правильно сейчас люди как бы как бы при деньгах при квартирах это тоже правильно это тоже нужно понять либо вовремя остановись если это не твое но если ты чувствуешь что это твое прям реально твое то просто зачем останавливаться если музыка придет тогда больше работать то есть самое главное это больше работать в этом направлении больше всегда это практика 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 степишь бит и больше пиши практикуй там если диджей больше уделяем времени когда диджеисту вот и все самое главное найти свое место все это очень сложно конечно если ты решился все я я отдаюсь как бы музыки тогда ты должен не очень много отдавать времени чтобы она вернула тебе практика 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 в в любом, вообще в любом, будь там стендап-комик или там райтер, или это музыкант, иначе, иначе, что хобби, ну хобби тогда можно потом куда-то на полку положить и кто-то видит, и никто, как бы вот так. Я демон паша, это был респект, паша, 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 паша. Ты с 10 битов, сколько тебе битов продаешь, и сколько тебе нравится, сколько угодно стоит? Слушай, это по-разному бывает, бывает вообще спроса нет, биты офигенные, вот, значит, лежат там биты, да, прям крутые, вот, ну просто никому не надо, сейчас же каждый второй битмейкер, поэтому сейчас продавать биты тоже такое, знаешь, неблагодарное дело, любой пишет биты, и они все, в принципе, крутые, вот, каждый может это написать, поэтому бывает, там, из 10-9 взяли, вот, а бывает из 10-1, и то еле-еле, вот, и все равно втайне, в душе ты надеюсь, что эти биты я возьму себе, что я вот сейчас напишу на них что-то прикольное, как бы, вот, в прошлое время были дни, я ничего не написала, ну окей. Вот у меня такой привличный вопрос, даже к вам двое, вы там хит-копи или текстов много, как вы вообще их запоминаете? У меня такой же вопрос сейчас ко всем рэперам, я и раньше похоже запоминал, у меня двойка была всегда по литературе, то есть меня в рэп привел Есенин, и по литературе, как бы, я исправил оценку благодаря рэпу, это такая взаима, я начал учить Есенина, почему-то стал его запоминать, на нем учиться ставить голос, а по литературе я за счет Есенина сдал все хвосты, вот, и почему-то я его запомнил, и только от этого у меня пошли запоминания своих текстов, когда я свои начал писать, вот, но у меня память очень плохая, я постепенно на всех концертах стал забывать некоторые куски текст, вот шеф говорит, а вот чего, я там взял, забыл, от себя тянули грани, у меня от себя тянули, ну и положил текст, вот, мне как-то стыдно с листочком бегать, в принципе, из-за этого мы стали меньше гастролировать, я вот ушел диджиста, и сейчас, я говорю, я текста, ну, просто плохо запоминаю, то есть, я могу там полгода учить, концерт, забыл, как начинается, и у меня вопрос такой же, рэпер, как вы запоминаете такие текста, вообще, просто куча, подготовился, тот же его версус стал, человек пришел, вчера написал, сегодня уже все тарабанил, это очень круто, я не понимаю. По сути, что сводится, как ты говоришь, к практике, практика, 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 ну, тут, знаешь, не только... Огромные связи, все-то, и прям... Ну, ты знаешь, иногда практика, практика тоже, вот, ты практикуешь месяц, один тот же текст, и знаешь, выходишь на публику, и все, ты его забыл. Значит, на маленькую публику, ну, может быть, может быть, может быть, на самом деле, я текста обычно, в основном, всегда вижу, то есть, я его не запоминаю, я его вижу, я вижу то, что я написал рукой, я, как бы, читаю по-виденному, то есть, у меня вот такая фишка была. Тогда, да, я примерно, почти по этим всем основным буквам, я, хотя бы, основные строчки, то есть, это зрительный памятник, как называется, вот, наверное, такой секрет. Ролен, слушай, а ты продюсируешь молодых талантов? Сейчас пока нет, ну, раньше было сейчас. Если тебе вот обратиться человек, ты видишь прям офигенно больших потенциалов, ты вложишь мне деньги, как правило? Слушай, я бы вложил, что у меня были, это, во-первых, то есть, первое, это отсутствие больших финансов, каких-то, если... Ну, финансы все равно нужны. Я, скорее всего, ну, чисто из альтруизма, я, скорее всего, помогу на первом этапе, где-то, может быть, как, знаешь, типа, ля, там, сведения, запись, что-то голоса, я, скорее всего, ему просто посоветую человека, кто, действительно, ему может помочь, как продюсер, потому что я-то не продюсер, то есть, ну, какие, как бы, в 90-х я еще прям понимал, что можно, и как, куда. Сейчас везде интернет взял, выложил, пожалуйста, раскрутился, ну, только вложил деньги в рекламу, да, и все, как бы, сейчас... Ну, я тогда связи решаю. Ну, связи решаю, да. Каким продюсерам ты посоветуешь? Не скажу, сейчас просто не скажу, да, сейчас это надо вспоминать в голове все, все контакты, все телефоны, не скажу. Нет, ну, кого-то я бы, конечно, посоветовал. Изначально я бы посоветовал просто, как минимум, хороших людей, которые делают мастеринг, не просто сведения, а мастеринг, чтобы конечный продукт человека звучал, как Нокачева, вот, а потом уже какие-то, ну, не знаю, может, площадки, да сейчас, ну, не знаю, нет, у меня в голове сидят, в основном, такие, старые имена, которые сейчас ничего не решают. Мне кажется, сейчас как-то, СММщик, или как называется? Ну, это реклама чисто связана. А вот, чтобы... У тебя везде просто везде-везде-везде, вот. А если говорить про продвижение, то есть, условно, ты написал трек, там, свел, ну, отмастерил, где-то тебе кто-то помог с мастерингом. Дальше, куда с этим треком? То есть, понятно, что ты можешь выложить на площадку, где потом цифровые раскидывают. Ну, а может работать с лейблами, отправлять ли на лейбл? Как вот начинаешь? Ну, вот я тебе говорю, сейчас вообще для меня это темное поле, потому что в основном, да, это должны быть лейблы. Естественно, нужно долбать какие-то лейблы, там, писать, звонить, алло, там, возьмите и так далее. Но, не знаю, мы просто особо с этим не заморачиваемся, мы просто на цифровые площадки выливаем. Но я бы, конечно, да, если кто-то молодой, посоветовал бы, естественно, сейчас все решает лейбл, насколько я знаю, и без лейблов, ну, наверное, уже не так легко пробиться, как там, может, это было лет 10-15 назад. Ну, да, потому что лейбл, своя аудитория, своя связь с электорами, площадками. Да, да, просто ты не один в лице сразу, там, и кассир, и промоутер, у тебя должна быть какая-то, за тобой ставить компашка, которая тебя будет продвигать. Тогда, вообще, если говорить о конкретном артисте, о его образе, то есть, что у него должно быть, то есть, на чем должен строиться его успех? Понятно, основа, это музыка какая-то качественная, а вот именно в плане образа может быть что-то? Ну, это в соответствии с веяниями, то есть, что, как, если ты просто хочешь делать то, что тебе нравится, то ты сам выбирай, и ты сам такой есть. Приняли тебя, не приняли, вот, если ты на этом строишь коммерческую какую-то фишку, естественно, все современные, как бы, веяния должны у тебя присутствовать. Ты должен, в принципе, в чем-то даже поливать на свое я, на свои вкусы, вот, то есть, хочешь продать хорошую машину, сделай модную. Хочешь продать хороший рэп, сделай модный рэп, может, это будет полная шляпа, но он будет модный. Тут приходится выбирать, всегда ты выбираешь между андеграундом и коммерцией. Для души, для продажи. Ну, а как ты вообще готов получиться за начинающих, потенциальных музыкантов перед друзьями своими? Ну, если есть потенциал, да, конечно, потому что очень много, как бы, имен, которые через меня прошли, вот такие, с такого, и именно, как бы, я дал конкретные связи, коннекты, и сказал, что из этого человека будет большой человек. И так получилось, сейчас многие имена, я просто не буду называть, потому что многие этого уже не помнят, скажут, что ты, а я-то знаю. Как люди начинали, через кого. Вот, и, естественно, когда ты видишь потенциал, ты говоришь человеку, давай, давай, вот, вот тебе телефон, там, Васи, Коли, позвони. И, ну, так и есть, не знаю, вот даже, например, в данном случае, просто, вот я работаю сейчас диджеем баскетбола «Зенит» в Санкт-Петербург, вот, играю. Много подходят там люди, там, кто фоткается, кто послушает мой трек, так далее, пацаны подошли, какие-то вообще совсем молодые, вот, послушайте, пожалуйста, мой трек. То есть, современный, что я, хотя, современный рэп не очень, но он меня пропёр, там был кочевый бит и очень хорошая начитка. Прямо я чувствую, что хорошая начитка. Там, может, смысл, там, полный шлак, я не помню, честно, я на смысл не обращаю внимания. Я смотрю, что у человека хорошая дикция, хорошая подача, интонация, то есть, ну, всё, то есть, у него голос, как инструмент. Я сказал, чувак, это очень круто. То есть, и я, он, блин, спасибо, спасибо, но я искренне сказал, что у тебя есть потенциал, развивай, то есть, самое главное, не закапывай. Вот, и прямо это, ну, действительно, реально. Почему? Я бы посоветовал бы, да, почему нет? Если есть потенциал, почему нет? Не важно, в каком стиле, ты же, как бы, любой опытный, там, не знаю, битмейкер, самопродюсер потенциал почувствует, даже если тебе, там, принесут какой-то панк, там, знаешь, ну, не знаю, которого ты не разбираешься. А ты, он, сам себе цели ставишь? Я никогда не ставлю конкретную цель на конкретное число, то, что, и я знаю, что я не сделаю. Я не прописываю в воздухе, вот, и не думаю о ней. И он такой, оп, о, я уже сделал круто. Вот, то есть, ну, вот, я стараюсь сделать так. Не знаю, почему, но, когда цель поставил в рамки, она либо убежала, либо эти рамки её задушили, эту цель. То есть, цель должна иметь, всё равно, свободу какую-то. Ну, она должна быть определена, перфиксирована в твоём сознании, как, как сказать, как же это называется, когда мысли материализуются, какой-то образ, да, 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 это называется энергетический образ, и он уже, ты его только спроекцировал, он уже есть, он тебя, как бы, ждёт. О, а дальше ты к нему стремишься, всё. Пожелание начинающим рэперам, вот, именно, вот, от Паши 108-го. Работайте, работайте, работайте. Больше практики, больше текста, больше музыки, больше усилий. Мы в этой части много о чём с тобой уже поговорили, но есть ли какая-нибудь такая тема, которую мы не затронули, но тебе хочется рассказать? Есть что-нибудь такое? Ну, мне всегда интересно говорить на философские темы, но это очень долго, и это, я думаю, не для этого интервью. И я Демок Баш, это был Спик Туаш. И сейчас в нашей передаче уникальное событие Scratch Battle между DJ Da108 и Лёхой Йором. Ну что, ребят, начинайте. Ё, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА